И всем привет, меня зовут Ритсу и сегодня продолжаем играть в Danganron Pv3, продолжаем мы пролог, но я чувствую, что раз мы познакомились уже со всеми персонажами, то мы близки к завершению этого самого пролога и давайте уж посмотрим. Кстати, вот это была последняя девочка, которая здесь была, она просто взяла и испарилась. Я так понимаю, что после объявления они просто все взяли и пропали с карты, и больше мы их не найдем, кроме как в спортивном зале на нас позвал Сихманокума. Давайте еще раз посмотрим табель успеваемости, кого мы не обидели. Так, это мы уже смотрели, Керуми, нравится уборка, нравится брать отгулы, ну, примерная горничная у нас, я в принципе не удивлен. Химика, нравится замкнутое пространство, окей, не разделяю я ее интересов, ее предпочтение, так сказать, про пространство этим. Не нравится океан, ну, это я могу понять. Так, маки. Тенка, нравится научаки, не нравится мужчины, ну, понятно, 9 января. День рождения, Анжи. Нравится адвокадо, нравится сырость. Кстати, по поводу Анжи, не знаю, мне вообще, в принципе, не привлекают такие персонажи, которые набожные, верующие, в принципе, не то, что я имею против что-то верующих, но именно в таких играх обычно они являются какими-то фанатиками и, в принципе, не знаю, какие-нибудь, какие-то дурацкие вещи всегда вытворяют. Не знаю насчет этой, конечно, Анжи, но, не знаю, посмотрим, я буду на нее занеприглядывать. Так, Мил, Шуичи, Кайто. Нравится домашнее растение, не нравится миссика. Где-то я уже, по-моему, такое видел от подобного персонажа. Так, Рема, Рантара, это мы видели. Гонта Гокухара, нравится речнистоноги, не нравятся бананы. Интересно, не нравятся бананы, да? Понятно, я вижу, я вижу. Корекио, или просто Кио, как проще. Нравится сломенная веревка, не нравится кондиционирование воздуха. Интересно. Так, ну, экипы мы уже смотрели. Так, давайте-ка еще раз, еще раз пройдемся, но по предсказаниям, по моим предсказаниям, давайте. Я попробую загадать, что вообще с персонажами будет, кто будет убийцей, кто будет, наоборот, погибшим, жертвой, убийцей. Так, ну, Кайто, понятно, главный персонаж, Кируми. В принципе, может быть, как и жертвой, так и убийцей. Мне кажется, она и то, и то может сделать. Ну, или может просто умереть химика. Не знаю, на такой персонаж, тяжело что-то по ней сказать пока что, но... Не знаю, мне кажется, что она либо проживет всю игру, либо просто умрет в самом начале где-нибудь. Не знаю, особо сказать нечего. Маки, вот, тоже непонятно, непонятно. Мы подозреваем, что она на самом деле не воспитательница никакая. Даже персонажи думают, что она на нее не похожа на воспитательницу. Поэтому пока мы не узнаем, по-настоящему она... Настоящий Атланта или нет, мы будем... Будем... Она будет жить. Она будет жить до того момента. А дальше... Дальше не знаю. Тяжело сказать. Тенка. Тенка, мне кажется, просто, к сожалению, просто не будет убийцей явно. Не знаю, не вижу я, чтобы она кого-то убила. Не могу представить себе... Ну, хотя, кто знает. Это мои просто предположения, я не знаю. Я не знаю ничего. Скорее всего, как я сказал, умрет. Сумуги. Сумуги, Сумуги. Сложно сказать, на самом деле. Ну, не знаю. Не знаю, мне кажется, почему-то она... Почему-то она умрет. И будет какое-нибудь такое дело интересное, где... Убийца попытается скинуть все на ее косплей. Там, кто-то кого-то переоделся в кого-то. Допустим, она. И пытается скинуть на нее, возможно, если она не умрет. Не знаю, может быть... Надеюсь, что она не станет талантом, будет такое интересное. Талантом косплеера. Анжи. Вот она, кстати, она может кого-нибудь убить. Она может кого-нибудь убить. Я, как говорил, она, возможно, какой-нибудь фанатик. Я ради своего божества, не знаю. Он ей что-нибудь в голову наговорит. Я решила убить кого-нибудь. Мил. Блин, кстати, так и нет. Из них кто-то может даже до конца, конечно. Но, я не знаю. Не буду так далеко заглядывать. Наперед. Мил. Мил, 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 мил. Будет, конечно, жаль, но... Не знаю. Не знаю. Мне кажется, она тоже до конца не доживет. Я всех персонажей уже хороню, но, блин... Не знаю. Я не могу просто угадать. Я, скорее всего, просто... 9 из 10 персонажей просто не угадаю. Даже с 15 из 16. Ну, ладно. Каэда не считается. Так, ладно. Шуичи. Шуичи, мне кажется, должен дожить до конца. Он был самым первым персонажем, которого мы увидели. И, возможно... Возможно, доживет до конца. Каэда, мне кажется, кстати, тоже. Ну... Не знаю. Он такой мотивирующий персонаж, понимаете. Они обычно долго проживают. Возможно, он тоже выживет до конца. Скорее всего, мне кажется, даже. Рема, к сожалению, не доживет. Но, может быть... Ну, убийца, я его тоже не могу представить. Не знаю, не знаю. А, это все сложно. Это все так сложно. Мил тоже может быть, на самом деле, убийцей. Рема, мне кажется, не будет убийцей. Просто, возможно, до конца доживет. А, я не знаю. Я не знаю. Ронтар вообще неизвестный персонаж. Неизвестный персонаж. Он, по-любому, доживет до конца. Ну, почти до конца. Но это будет так же, как и с Нагитой, получается. Тоже такой загадочный персонаж. Непонятно, что он будет делать дальше. Два раза повторять, повторять, повторять они это не будут. Трюк с Нагитой. Не знаю. Может быть, может быть. Гонта. Не знаю. Порыв ярости может кого-нибудь убить. Может и нет. Ну, какие-то слишком популярны. Мне кажется, он... Мне кажется, он вполне может быть убийцей, на самом деле. Вполне может быть. Или просто доживет до конца. Не знаю. Киев. Вот этот прям, не знаю, главный кандидат на убийцу, наверное. Я не знаю. Мне кажется, он точно кого-то убьет. Ну, такой персонаж не может быть каким-то, не знаю. Он явно попытается сбежать отсюда как-нибудь. Киева. Не знаю. Но он робот. Он робот. Что про него сказать? Он просто он робот. Я даже не буду загадывать по поводу Киева. Он просто робот. Пусть он ими остается. Группа крови неизвестна. Ну, конечно, неизвестна. Так, ну, ладно. Раз мы уже закончили с персонажами, пожалуй, отправляемся на наше место встречи, которое изменить нельзя. Так, ну, тут вроде никого нет, да? Да, Гонта тоже ушел отсюда. Ну, конечно, мы предсказания были такие, просто 50 на 50, 50 на 50 с каждым персонажем. Либо умрет, либо нет. Я точно так и ничего не сказал, потому что, ну, сложно, сложно сказать. Поживем, увидим. Когда я больше персонажа узнаю, мне кажется, будет легче предугадать исход событий. Так, ну, я так понимаю, что спортивный зал в той комнате в том, точнее, коридоре, куда мы не могли пойти за решеткой. Да, и никого на карте нет. Все, видимо, уже там. Чувствую, чувствую, что сейчас что-то начнется. Сейчас что-то явно будет. Очевидно, не просто так нас собирают. Опять вот эта комната, конечно, непонятная. Кажется, все уже услышали. А, да-да-да. Нам даже не дают исследовать пока что. Ну, ладно, пойдем. Пойдем. С богом, как говорится, с богом. Спортивный зал заходим. А вот и мы пришли сюда. Все уже в сборе. Как я ожидал. Все 16 собрались. Увидеть всех нас, 16 абсолютных, собранных вместе, впечатляет. Хе-хе-хе. Думаю, долго таким беззаботным ты не будешь. Эт-о... В такой ситуации бесполезно думать о каких-либо вещах. И так, в конце концов, Цумуги просто перестала мыслить. Это что? Это что? То, о чем я думаю? Хе-хе. Э-э-э. Что с нами будет? Готова поспорить что-то невероятно раздражающее. Что? Хм... Чего? На что ты смотришь? Эй, химик, у тебя есть... У тебя есть невероятные силы, да? Потому что экстрасенс и все такое, да? Я не экстрасенс. Я волшебница. Это потрясающе. Я определенно хочу включить это в нео Айкидон. Нет, это будет танкопротив правил. Эй, как ты тренировалась, чтобы получить свои наикрутейшие силы? Говорить об этом слишком утомительно. Ты довольно ленивая, да? И просто аура уныния у нее бесконечного. Прошу прощения, но мы должны быть на чеку. Мы не знаем, когда ей ударят ли вообще опасность. Может, ему вообще голос робота сделают? Не знаю. Такого прям максимального робота. Не говори этого, я ей так напуган. Я не знаю, что делать. Нет, я не верю. Я не верю. Нет, причина волноваться от того защитит нас. Вот опять же. Она просто постоянно будет говорить о своем боге. Я говорю, она точно кого-нибудь убьет. Ух, какое облегчение. У тебя мозг с сорняками порос или что? Я выбьюсь из твоего черепа. Не волнуйся об этом. Просто предоставь это мне. Ну, или не знаю. Честно говоря, просто... А, может он вообще первый умрет. Не знаю. Если тебе плюш-плюшево, медведи снова появится. И на дыру им задницы. Он только пока что болтает. На самом деле. Чего? Что это? В чем дело? Слушать. Слышать это? А, кажется, я слышу это. Звучит как двигатель из аниме про роботов. Она постоянно отсылки какие-то делает. Хватит. Я понял. Я понял. Ты шаришь за аниме. Понятно. Молодец. Но не в каждом предложении. Ю-ху. Проснись и пой, медведи с тобой. Лучше бы я их не видел лишний раз, конечно. Все спрятаться за Гонта. Ну, два человека за ним точно спрятаются. А может даже три. Учитывая, какие здесь персонажи. Маленькие. Что это за монстры? Вау, такие классные. Это экзисалы. Высокомобильные двуногие носители оружия. Они еще и большая гордость одного города. Я не могу следить за этими предсториями. Я тоже. Я, в принципе, не обращаю внимания на то, что он говорит. Не особо важно. Чем бы они ни были, ему нужно перебить их всех этих родов и оставить меня напоследок. Беги, химика. Почему ты вдруг волнуешься обо мне? Просто не говорю, что он держит им задницы. Посмотрите, просто усорить на него. Ну что, что с ним такое? Что за черт? Никто не говорил мне об этих штуках. Ладно, успокойтесь. Нет причин паниковать. Мы, скорее всего, вне опасности. Как скажешь. Я, не знаю, я за себя не беспокоюсь. Я беспокоюсь за вас. Потому что, ну, вряд ли, конечно, вас убьют. Ну, в самом начале. Но все же могут сделать пример, как говорится. Уже был подобный опыт у нас. Когда тот оперечил Монакуми. Пускай это и было частью плана. Было частью плана. Если бы они хотели убить нас, они бы уже это сделали. Слишком умный какой-то умник. После этого Ронтара спокойно подошел к Эгзисалу. Итак, что вы от нас хотите? Очевидно, что вы чего-то хотите. Оружие ведь именно для этого, правильно? Дайте угадаю. Вы заставите нас что-то делать. А если мы откажемся, нам будет больно. Ну, мы слушаем. Итак, что вы хотите? Он как будто уже не знает. Как будто я это все видел. Он так себя ведет. Как будто прям уверенно. Ну, разве ты не умный парень? Я начну. Слушайте, вот что мы хотим. Чтобы вы, засранцы, делали. Мое сердце бьется скоростью 150 км в час. Я скажу это. Вы готовы? Да, черт возьми. Это... О, Монадам заговорил. Убийственная игра. Чего? Монадам, как ты посмел затмить меня? Погодите секунду. Что ты сказал? Если я правильно его расслышал. Убийственная игра. Надо бы этот голос, этот, кива сделать. Было бы забавно. Но, не знаю, не смогу, наверное, поддерживать его постоянно. О, он опять это сказал? Черт тебя подери, Монадам. Я раздавлю тебя этим экзексалом. Хватит, у нас нет времени драться друг с другом. Да, если вы не проходите драться, я раздавлю вас этим экзексалом. И ты тоже монотарный? Раз уж и пришло именно к этому, тогда я раздавлю вас четверых этим экзексалом. Эй, а меня зачем ты включаешь в это? Ну ладно, нам больше подходит быть враждебными друг другу. Так, когда этого не прекратится, я понимаю, в шоу все такое весело, конечно, но, ребят. Хочешь выйти, придурок? Выйдите на улицу, да, поделитесь там, я не знаю. Нам лучше играть в целую игру. Кого назло придурком, придурок? Что ты сказал, придурок? Я готов потратиться в любой момент, придурок. Попридержи язык, пока на приятности не нарвался. Серьезно, они начнут разбираться прямо при нас. Не волнуйся, а то вы проглядываете за всеми нами. Нет, нет, нет никакого АТУ. Нет, его не существует. Такую ситуацию, он будет просто смотреть. Есть слишком опасно. Вы должны выбираться отсюда, иначе нет. У него голос, как у человека, поэтому я не буду делать голос робота. Мы на там разговаривали, как робот, и он и есть робот, а вот кто же это? Кто это, кто это такой? Кто это? Ну-ну-ну. Чего? Неизвестный голос. Мои маленькие, миленькие кабы. Вам нужно прекратить все эти дурацкие драки. О-о-о, этот голос. Он, он здесь, он здесь. Надеюсь, все готовы. Отец, отец-то ты. Папа-Кума, папа-Кума. Папочка, папочка, где ты? Папочка? А вот и он. В этот момент свет в спортзале неожиданно погас. Даже музыка все та же самая, кстати. Даже не придумали новое. Зачем? Зачем она и так подходит? Идеально. Вот он. Вот тот, кого мы все ждали. Все ждали. Монакуму. Но кто им управляет? Кто им в этот раз управляет? Я даже не знаю. И эпоха этого нового мира. И директор абсолютной академии. Один. Единственный. Монакума. Приятно познакомиться. Ну, как-то он слишком спокойно себя представляет. На самом деле я ожидал прям такого грандиозного появления. Когда он будет кричать просто со всех сил. Ну, что-то он какой-то спокойный слишком. Даже чересчур. Ура! Отец здесь. Да, черт возьми. Еще один эпичный выход от папы Кумы. Я бы на самом деле не сказал, что он эпичный. Совсем. Совсем наоборот не эпичный. Папочка такой крутой. Монакума молчит снова. Мои милые маленькие кабы. Вы такие чертовски милые. Единственная причина, по которой я могу терпеть ваши утомительные выходки. То, что вы все такие милые. Даже когда пролог длится слишком долго. Я прощаюсь-то, потому что вы, ребята, такие милые. На самом деле самый первый пролог был коротким. Потому что вас утипусик там не было. Ну, не знаю. По-моему, относительно недолгий пролог. Ну, не знаю, как вам, конечно. Ну, в принципе, время прошло быстро довольно. Папуль, ты злишься на нас? Не буду роком. Я бы никогда не разозлился на моих миленьких, миленьких, маленьких милых кабах. Одно и то же. Он зол. Я не понимаю, где он зол? Он выглядит злым, но, как-то он говорит, вообще не зло. Как-то он слишком спокойный какой-то. Не тот Монокума. Монокума слишком изменился. За две части, видимо. Но папочка все равно крутой. Даже когда он сердится. Папуля с планеты красивых медведей, которые становятся круче злясь. А вы с какой планеты тогда? Супер Монокума, Супер Монокума 2, Супер Монокума 3, наконец-то Супер Монокума 4. Сколько раз мне надо это сказать? Я не злюсь. Отец только что трансформировался в Супер Монокума. Бога Супер Монокум. Кошмар, кошмар. В каком Монокуме... Окей, хватит разговаривать. Дайте мне дайте мне поговорить. В каком Монокуме странный голос. Даже не женский никакой. Какой-то мужик какой-то обзвучивает его. Странно, странно. Мне казалось, что у него какой-то другой голос был. По этот... Помягче. Немного. Такое возможно только, когда 6 Монокум с чистым сердцем собраны вместе. У вас нет сердца. Вы роботы. Все роботы вы неживые. Как и... Как Киба. Он такой же, как и вы. Возьмите его к себе, пожалуйста. Дайте нам Монодама. Это сила, которую ты высвождаешь, когда ты реально хочешь развалить мир. Осуждаю ругание. Сила, которую ты видишь только так, когда сами боги сражаются. Да, на самом деле этого ничего не произошло. В общем, серьезно, я не злюсь. На самом деле я должен признать, что горжусь вами, ребятушки. Вы, детишки, действительно выделяетесь на фоне всех других неудач второго поколения по всему миру. Разве это немного нежестоко? Верно, есть несколько историй успеха второго поколения. Хотя я ни одной не могу вспомнить. Я понимаю, конечно. Давайте перейдем уже к делу. Перейдем к носущему. Зачем мы все здесь собрались. Если не можешь вспомнить ни одной, значит нет такой, которая достойна запоминания. Но отец вспомнит, потому что он все знает. Твою мать, точно папа-кума. Ты знаешь, кучу различной бесполезной чуши. Потому что папочка получает все свои альтернативные факты от самых надежных источников к фальшивных новостях. Тихий, я люблю обнимать своих детей. Они такие милые, я просто не могу удержаться. Обычно рейтинги падают, когда москода слишком часто появляются в сиквел окна. Слишком часто. Слишком, слишком часто. Но в этом случае рейтинги выше крыши. Все благодаря милым молокам. Интересно, на самом деле, так оно или нет. Потому что, очевидно, все это было до того, как игра вышла. Поэтому они не могли знать, какие будут рейтинги у игры. Интересно узнать статистику после выхода этой игры. Насколько она была популярной. Что это такое? Что происходит? Еще один плюшевый мишка появился. Не какой это плюшевый мишка, а сам Монакума. Да, но это не обычный плюшевый медведь. Я вижу это. Отчаяние и безумие, кружащиеся вокруг. Да, тут ты угадал какие. Тут ты угадал с отчаянием. Прям в точку попал. Удивительно. Стоп, для начала я не плюшевый медведь. Я Монакума. И проявите уважение. Я директор Абсолютной Академии для талантливых подростков. Директор? Похож на такого автономного робота со встроенным ИИ, прямо как я. Да, я и говорю. Забирайте его. Забирайте робота этого. Динь-динь-динь. Но их за салат другие, они безмозглые бедра с гайками. Они бездумные и красивые машины для убийств, которые могут контролировать только мы, Монакабы. Автономный робот и пилотируем из носителей оружия. Это безусловно превращается в ту еще историю. Ну, может и так, но я... Ну, о чем я волнуюсь? О чем я волнуюсь, так это об убийственной игре, чтобы упомянули. Что именно это значит? Что там забавно? Просто ранее я сказал это не попато и теперь мне неловко. Я хочу, чтобы вы, ученики с талантами Абсолют Вурна, приняли участие в убийственной игре. В убийственной игре мы... Да, приготовьтесь, приготовьтесь. Сейчас начнется весь экшен. Я с нетерпением жду. Пожалуйста, хватит шутить. С чего бы нам соглашаться на участие в подобном? Вас никто не спрашивает, Киба? Киба, ты понимаешь, где ты находишься? Ты еще не понял? А? Вы не хотите этим заниматься? Конечно нет. Джентльмены не ранят людей. Если вы смотрели Академию, то уже знаете, не так ли, да? Вы заперты, вы все заперти. Академию окружает огромная стена. Вы не можете сбежать во внешний мир? И пока у нас есть экзесалы, вы не можете бросить нам вызов? Другими словами, у меня есть сила, контролирующая жизнь и смерть. Умереть каждого из вас. Так нам надо сделать то, что ты говоришь, если мы не хотим умереть. Ты должен быть шутишь. С чего бы друзьям убивать друг к другу, когда мы стали друзьями? Непонятно. Кто-нибудь скажет про это, когда мы успели стать друзьями? Кто сказал, что вы друзья? Угу. Окей, вон Монокума сказал хорошо. Возможно, все и правда подружиться успели. С этот пролог. Ребята, вы вообще не друзья? Вы враги, готовы убить друг друга? Враги? Ну я же познакомился с Кейдой. Как я могу быть чьим-то врагом? Мы враги? Точнее, не чьим-то, а ее врагом. Мне еще многому стоит поучиться у отца в области сарказма. По-моему, сарказма там маловато было. Все. Все правда, что он сказал. Нам придется этим заниматься всем. В очередной раз, в третий раз уже. Даже не в третий, возможно, даже больше. Если считать аниме еще. Все эти разговоры у меня уже достали. Мне нужно избить Монодама, чтобы снять стресс. Мне кажется, буллинг Монодама до хорошего не доведет. Мне кажется, терпение у него когда-нибудь лопнет. Но мне это не нравится. Я плохо вынушу насилие и кровь, не грустная ситуация. Ну, тогда тебе стоит просто закрыть глаза и не выходить из своей комнаты. Потому что здесь будет постоянно. То, что тебе не нравится. Папочка, вместо убийственной игры, может мы пройдем турнир по камень-ножнице-бумага? Кто захочет играть в игру, где никто не убирает? Но можно играть на жизнь и на смерть. Как он такая идея? Была бы такая, на самом деле, игра был прикольный. Посмотрите. Но она быстро бы закончилась, очевидно. Что ж, у тебя сострадательная личность? Да так мило. Я с трудом могу держать тебя в руках. Это достаточно мило, чтобы съесть. Достаточно мило, чтобы я хочу съесть это. Монофан, тебе возможно стоит немного убавить милотун. На ноль, на ноль, пожалуйста, чтобы тебя не было слышно еще. Будет замечательно. Мы так разберемся со всеми монокабами. Кроме монодам, он так уже молчит. Он уже на нуле. Хватит этих дурацких подшучиваний. Я хочу спросить кое-что. Как мы должны убивать друг друга? Вот идите нам оружие. Ну, у вас есть руки. У вас есть подручные средства. Средства. Как вам удобнее говорить. Пожалуйста, вперед. Какого хрена, мужик? Что ты вообще спрашиваешь? Для начала надо получить от них информацию. Мы не сможем что-либо сделать, если ничего не узнаем. Оружие, а? Что за варварскую картину вы себе представляете? Вы ошибаетесь. Потому что вам абсолютно академия талантливых подростков. Упийственная игра это достаточно утонченный и изысканный опыт. Изысканный опыт. Используйте свои навыки, свои таланты. Это убийство. А, ну или окей, ну или так. Да, здесь убийственная игра усложняется классными судами. Классными судами, да? Монакума сейчас нам объяснит, что к чему. Ладно, позвольте нам объяснить. Итак. Если один из вас, Слизняков, убьет кого-то другого, то вам всем надо будет участвовать в классном суде. А для тех, кто не в курсе, объясняем еще раз. Как говорится. На классном суде запятанный убийца противостоит своим чистым одноклассникам. Чистым, да? Это где вы, с Раунда, спорите о том, кто, как вы думаете, запятнанный? После этого наступает время голосования, если бы большинство из вас идиотов проголосовало правильно. Тогда только запятнанный убийца будет наказан. Как жестоко. Уже от одного представления всей этой крови. Мне хочется обливать. Держи себя в руках. После того, как запятнанного накажутся, остальные просто продолжат здесь жить. Но если во время классного суда вы выберете неправильного человека, за пятнами уйдет безнаказанным, а все чистые ученики будут наказаны вместо него, все вроде как предельно просто. Ничего нового пока что. Да, черт возьми, это правило классного суда. Нормальный язык. Нормальный язык. Какого-то украл этот язык. Такой длиннющий. А, слишком много. Это объяснение раскрыло слишком много. Вы должны быть более скромными, кокетливыми, соблазительными. Прямо как ваш старик. А, ну не с такими. Отвратительно. Смысл в том, что недостаточно убить кого-то. Вам также нужно пережить классный суд. Быть так, чтобы вас не поймали пережить суд. Прямо как в реальном мире. Да, все довольно реально у нас здесь. Ты так думаешь? Тогда внешний мир должно быть мастерски спроектирован, даже его самая жестокая часть. Думаю, что вполне можно догадаться. Но мне стоит уточнить, на всякий случай. Чем является упомянутая тобой ранее наказание? Ну, явно, ничем хорошим. Если простыми словами, это казнь. Казнь? Готовьтесь, готовьтесь. Жестокая казнь ожидает вас. Блин, вот еще одна интересная деталь вот этих игр, что какие интересны будут эти самые наказания или казни. Я думаю, здесь побюджетнее они должны быть. Но все-таки, как бы игра сразу видна, что качественные сделаны, чем две предыдущие. Больше денег вложено в нее, поэтому мне будет интересно посмотреть на это тоже. Здесь они не подкачают нас. Очевидно, что они будут, конечно же. Если вы совершаете преступление, вас за это наказывают. Это, типа, самое базовое правило общества. Ну, это убийственная игра, так что наказание за убийство чуть более постоянное. Если уморожь, то все, это конец. О, интересно, каким будут наказания? Мне тоже вот это, мне реально интересно. Готов поспорить, куча крови, кишок и мозгов. Из-за подобных вещей у меня стоит. Чего? Монокид, у тебя уже стояк? Ну что, Монокид. Да, у меня штанок так твердо. Кровь, кишки, мозги и стояк. Монокид. О, Монофайни только что вырвало. У меня такой нахер стояк. Чего? У тебя из-за блевотника стоит? Нет, пожалуйста. Все, все, хватит, 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 хватит. Пожалуйста. Пожалуйста, хватит. А то, а то накажет меня ютуб. Вы, детишки, просто очаровательны. Что, черт возьму, в этом милого? Ладно, с меня хватит от этой скучной экспозиции. Давайте же начнем этот будоражащий семестр убийственной школы. Давайте же начнем, давайте начнем уже. Вы также вольны убивать так, как вы захотите? Например, избить или зарезать? Неоригинальное настроение? Попробуйте удушение. Ленивое настроение? Попробуйте отравление. Не важно стрелять, вы зажигаете, топите, взрываете, дайте убивать током или смежути свою жертву до смерти. Вы можете использовать любой метод, который вам хочется, чтобы убить того, кого вам хочется, и так, как вам хочется. Абсолютно академия талантливых подростков вы узнаете, знаете, ваш убийственный потенциал. Потанцевал. 16 талантливых подростков вундеркиндов, соревнующихся за первое место в убийственной игре. Ну, насчет вундеркиндов я, конечно, поспорил бы, поспорил бы, поспорил бы, зная предыдущих персонажей, предыдущих частей, то не сказал бы, что они вундеркинды на самом деле. Ну, опять же, только в узкой области своей, в которой бы они очень талантливы. Тогда да, а так? А так я бы не сказал, на самом деле, что они вундеркинды. Нет лучшего места для подобного события, чем абсолютная академия. Снова у него это лицо, блин. Семестр убийственной школы. Это как игра. Рисковать обзоршими жизнями ради какой-то игры. Абсурдно. Ну, не знаю, все-таки серьезные стали. Ну, так что я немного переживаю, на самом деле. Ну, опять же, я говорил, что Киви, возможно, кого-то и захочет прихлопнуть. И вот он, вот он тоже, смотрите на него сразу. Ой, я не знаю, я не знаю. Хотя не похоже, что это будет скучно. Эй, как вы, дегенераты, может быть такими спокойными? Это должно быть ложью, правильно? Это же ложь, правда? Нет. Это реально. У меня уже поплыл, поплыл в глазах у Каэда. Ложь, скорее выдумка. Как история для на телевидении. Сценарий настолько отдаленный от реальности, что мы едва ли можем поверить, что это происходит. Опять сценарий, опять сценарий. Не нравится мне это слово. В контексте этой игры. Я не хочу участвовать в убийственной игре. Это неправильно. Я бы никто этого не сделал. Ну, допустим сценарий, но какая разница? Ну, опять же, сценарий, как можно это воспринимать все? Сценарий. Блин. Я, конечно, не хочу прямо сейчас вдумываться в это сильно, потому что, возможно, как-то это развьется в будущем. По сюжету. Но смотря как на это посмотреть. Если сценарий, это... Может быть сценарий... Блин, да, не знаю. Сценарий, это то, что уже прописано заранее и происходит все, ну... Постепенно. То есть, уже все запланировано на будущее. Но, опять же, если мы будем убивать друг друга... По-настоящему, то, в принципе, разницы нет. Никакой сценарий, это не сценарий. Не знаю. На самом деле, это тяжело понять вообще, как сценарий. Что это значит сценарий? Не знаю. Ну, пока что, конечно, рано какие-то выводы делать. Давайте просто... Просто продвигаться, плыть по сюжету. По течению сюжета. И увидим, что будет дальше. Твое нежелание участвовать будет той еще проблемой? Потому что убийственная игра единственная причина, по которой вы здесь. Что? Итак, высвободите свои таланты и насладитесь счастливой, убийственно-ужасной, веселой убийственной игрой. Подожди минутку. Не важно, что ты скажешь. Мы не будем этого делать. Мы никогда не будем участвовать в убийственной игре. Нет-ка, это ты... Ты видела... Взгляды своих одноклассников. Дорогих. Особенно тому, вот этому с фиолетовыми волосами. Ему весело уже. Чего бы вы ни планировали, я не позволю сойти с этому из ваших рук. Каэда, тебе не стоит так опрометчиво справляться с этой штуки? Да, Каэда, пожалуйста, потише. В прошлый раз блондинка и так просто не... Просто так не отделалась она, так скажем. Последний раз в самом начале игры. Нет-нет, я приветствую ее сопротивление. Этот немного дерзкий характер важен для убийственной игры. Следить за тем, как дерзящий в конце концов ломается и пачкает свои руки. Весело. Ну, было бы интересно, конечно, видеть, как главный игрой кого-то убивает, но... Это как минимум будет в конце, и то очень-очень маловероятно. Что ты хочешь этим сказать? Все любят подобную жестокость в играх насмерть, особенно я. Это никогда не наедает. Ты так весел и интересно, что я просто не медвежелосимо завожусь. К тому же, это моя работа как директора заставляет вас этим заниматься. А-а-а-а-а-а-а-а. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все, Кейды, ты поняла, что это реальность? Кибо тоже злой, смотрите. Шуичи... Шуичи не знают оля Набуган, то ли злой реально. Мы стали в вшеломляющей тишине, окружены визжащим смехом Анакумы и его кабов. Все в этой ситуации было так абсурдно. академия окружена гигантской стеной 16 абсолютных учеников запертых здесь таинственные плюшевые звери и смертельное оружие и новые друзья в кавычках которые заставляют играть в убийственную игру это все ощущалось как какое-то садистское художественное произведение блин хватит хватит я понимаю что ты хотите сделать на этом акцент но блин патит садистская история ничем не отличающаяся от реальности против своей воли теперь я была персонажем этой истории не знаю персонажи сценарии сюжетом об у настоящий опенинг настоящего наконец-то наконец-то мне уже нравится джаз кайф кайф ложь о как как просто игра меня обманывает она просто хочет меня ману я чувствую это это тема вся эта игры я так понимаю просто ложь везде повсюду никому нельзя верить у всех смотрите все эти фиолетовые глаза у меня аж мурашки пошли по гоже смотрите смотрите вы не видите вы не видите конечно сумуги фанта у него в руке фанта у него в руке была просто фанта ну или не фанта или там пародия на фантом химика шарлатан катающим фанат фанатичка теннисист убийца потому что непонятная космонавт какой-то мадара и стасик мадара на мадару похож был на фоне луны еще монокума посмотрите вот куклы блин что это все так что это все значит монокабе метеориты лифт лифт судьбы решающей судьбы как хорошо ух 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 кайф ставлю этому оппингу лайк ставлю лайк очень понравилось дайте еще дайте еще пожалуйста абсолютное возрождение мы закончили конец кстати буква вон падает смотрите так и должно быть значок абсолютно академии для талантливых подростков получен подарок хотите сохраниться да ну вот и мы прошли пролог наконец-то мы закончили это блин ну это было конечно прикольно монокабе конечно надоедает иногда иногда не бывают забавными поэтому 50 на 50 не знаю что не искать на поводу сказать поживем увидим как говорится поживем увидим ну и всем спасибо за просмотр увидим в следующей главе уже начнем первую главу наконец-то посмотрим что мне будет сюжет 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 больше сюжета free time и прочее и подписывайтесь на канал поставьте ваши комментарии ставьте лайк всем понравилось видео ставьте группу вконтакте обязательно и до скорой всем встречи пока